Сегодня мы обсуждаем, трудно сказать, сказку-рассказку-друг детства из... Рассказ, наверное, всё-таки. Что? Всё-таки рассказ, говорит. Всё-таки, мне кажется, это рассказ. Ага, ладно. Рассказ-друг детства из книги Драгунского, Денискины рассказы. Ну, Надя, рассказ, историю эту выбрала ты. Кстати, почему ты настаиваешь на том, что это не сказка, а рассказ? Вот это что принципиально, ты аж прям как это... Нет, это не сказка, скажи мне. Ну, мне кажется, ну, это как такое уточнение просто. Для сказки тут чего не хватает? В ней нет ничего чудесного, то есть тут нет чуда в этом. Здесь нет такого, чего нет, то есть это история из реальной жизни. Окей, хорошо, а то нет волшебства, значит, нет чуда. Мне кажется, чудо тут всё-таки есть, но ты имеешь в виду волшебства, нет? Волшебства, хорошо, да. Ну вот, я этот рассказ с детства не помнила, а выбрала я его потому, что мне эта история навеяла, наверное, историю, которая была у нас там в семье, у моего старшего был такой... Вот у него был такой любимый мишка, который ему подарил... Вот сейчас думаю, как вот теперь сказать, да? Так-то по идее, которую подарил ему отчим, то есть вот мой второй муж, да? Так-то он, а он же папа и папа, а теперь, думаю, надо же как-то правильно называть, да? Ну вот, и вот он жил с ним, он его одел там в какие-то свои старые шорты и футболку как-то. Ну вот как раз он обращался с ним как раз так же, как вот этот мальчик с ним обращался, все знают в детстве, вот, но при этом он был привязан к нему, и вот что смешно, он же мальчик-то уже к шести, там, к шести или шести с половиной, да? Он уже этого мишку-то забросил, а мой практически получил этого мишку в шесть лет, наверное, да? Так вот он с ним жил вот вообще до конца школы. Да, вот, и как-то вот навеяло, вспомнилось, да, и ощущение просто было очень похожее. И вот то, что, и как раз вот, и то, как раз вот он его называл, вот это был мой друг, да? Он этого мишку тоже так же называл, то есть ситуация показалась настолько знакомой, да? И более того, показалась знакомой эмоция, которая вот мне рассказ этот вызвал. И поэтому мне захотелось это обсудить. Вот, ну, как бы сами Денискины рассказы я читала, но при этом так интересно, какие-то вот эпизоды я помню хорошо, да? Какие-то вообще вот они у меня не остались в памяти, не закрепились абсолютно. Вот, а что показалось занятным, да, что, оказывается, у самого Драгунского был сын, которого звали Денис. Да. Ты знала, да? Да, да, он и писать-то рассказы начал, когда родился сын. Он до этого детские рассказы не писал. Слушай, забавно, я не знала этого. Да, он вообще был актером и писал там, но при этом как бы, ну, вот литературно много работал, он писал там всякие скетчи, интермедиа, он сам основал какой-то такой, ну, небольшой театрик актерский. Они делали что-то типа капустников. Как интересно. Ага, да, да, и, ну, знаешь, такие вот именно капустники, такие сатирически направлены. Как раз это же сталинские времена, там, зубов язык, все дела, и, в принципе, этот театр у них свернулся после 56-го года, когда вот, ну, вроде как, немножко послабления были, и то, о чём родители там... Это не стало актуально? Да, да, в завуалированной форме, да, то есть это перестало быть таким интересным. И вот ещё так же забавно представить, вот у него сын только родился, и он же, но, тем не менее, он же известен-то больше всего по этим Денискиным рассказам-то, Драгунский, да? Ну, по идее-то, ну, да. Забавно, да? Потому что вся вот эта... Потому что, говорят, он писал, в смысле, я вот о нём тоже посмотрела, он написал две такие очень хорошие повести, ну, по, так сказать, по отзывам критиков достаточно таких, серьёзных. Вот, но они почему-то малоизвестны, вот именно широко известны, но как раз благодаря Денискиным рассказам, я думаю, ещё потому, что их экранизировали. Было же несколько фильмов, там, «Девочка на шаре», потом вот... Слушай, ничего не помню, вот ты вот как бы называешься, вернее, название знакомое, а вот абсолютно. Ну, там, знаешь, этот фильм, может быть, он и назывался, «Девочка на шаре», он состоял из нескольких, как бы, сюжетиков. Там, где вот они, там, с этим другом Мишкой, да, ну, помнишь там эту песенку «Папа у Васи силён в математике»? Ага, вот песенку помнят оттуда? Да, это из того же фильма, да, да, да. Как интересно, ага. Слушай, забавно. Потом, как он ел кашу, не хотел кашу есть, когда мама отвернулась, он вылил эту тарелку. Слушай, вот этот эпизод я тоже помню, поскольку ты же понимаешь, видимо, всё, что связано с манной кашей. Да, да, да. Тебя-то страшно удивило, да, тебя, любителя манной каши. Ну, вот, как это, ну, это из той же серии, вы просто не умеете её готовить, знаешь, вот если она какие-то комками была там, я не знаю, думаю, ну, это ужас какой-то. Ну, знаешь, я хотела бы вот немножко уточнить, говорит, ну, ты сказала, что похоже по эмоциям, да. Ага. Ну, мне, вот, мне показалось, что здесь как бы главный такой вот, ну, скажем так, ну, главный такой вот эмоционально какой-то вот яркий, да, такой вот вспыхивающий момент, он как раз из-за того, что этот мальчик, да, что он этот, этот медведь был его другом, а потом он его забросил и практически забыл. И вот когда вот там, ну, я так понимаю, что он, ну, может быть, год или два, да, он не играл, скорее всего, с этим мальчиком. Ну, слушай, для детей в этом возрасте ты полгода не играл, это уже, это прошлая жизнь вообще. Да, 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 ну, в принципе, да, там, когда ты помнишь количество зим, которых ты вообще помнишь, которые у тебя были в жизни, да, то, конечно, целый год это много. Ну, представь, ну, в шесть лет сколько ты там зим можешь помнить? Три максимума, да? Ну, три максимума, да, да. Вот смотри, то есть он не играл какое-то время с этим мишкой, да, и вот он захотел, ну, как бы, вроде он его как бы подзабыл и хотел использовать в качестве игруши, да, Это же не его идея-то была, вообще говоря. Да, ну, понимаешь, но он же поначалу был согласен. Ну, да, но он как бы, он сказал, да, ага, ага. Он принял просто как старую игрушку, но как только он вспомнил, что это был его друг, ну, понятно, да, что он... То есть вот здесь вот эта эмоция, да, что, ну, как ты, ты можешь бить своего друга, да, а что ты имела в виду, когда говорила, вот, похожая история с твоим сыном, ну, здесь вряд ли там, ведь шла там о том, чтобы... Или это просто ты говоришь о привязанности, ну, вот, кому-то или к чему-то с большой и сильной. Видишь, в чём дело, да? Я вот сейчас испытываю такой лёгкий стыд, потому что я... Это же история не моя, а моего старшего, да, и даже как-то вроде неудобно о ней говорить, когда вот ты сплетничаешь про чужую историю, да. Но там, но тем не менее, поскольку я уже, как говорится, начала об этом говорить, да, то вообще там же вот этот элемент, о чём ты говоришь, да, там элемент как бы как предательства, из-за чего он чуть-чуть не... У меня вот эта фраза, да, что он поднял голову, чтобы слёзы вкатились обратно, да, она же просто вот сердце разрывает, да, вот это же знакомая такая вещь, потом, когда он реагирует, причём ты вот думаешь, 6 лет ребёнка, он уже у себя старается вести там уже мужественно, не плакать, все эти дела, да, согласись. Вот, и то, что вот он говорит, и вот там вот как раз вот этот элемент, что вот если бы он его начал бить, своего друга, да, тренировать удар, да, то это как бы действительно, там же говорится о том, что это воспринялось им как предательство, да. Конечно. Вот, а и то, что вот, например, и я теперь думаю, это вот ребёнку 6 лет, да, вот мой, значит, этот самый, а мой испытывал это как предательство, именно потому, что когда мы уезжали в Канаду, да, то мы уехали там, ну, мы не могли с собой много взять вещей, это же самолёт, через океан, все дела, и там буквально там жёсткая, как это, ну, тем более мама у нас роботом, там была жёсткая тема, что берём только самое необходимое, и этого Мишку, короче, мой старший оставил, да, и причём он потом тогда так, ему потом так сожалел, что он, говорит, его не столько даже вот оставил, он его бросил, да, и более того, он отнёс его на мусорку. Нам бы лучше оставил. Понимаешь? А он вот, а он же, главное, был такой огромный, да, вот огромный совершенно, и потом, когда, помнится, в своё время, когда он получил в подарок-то этого Мишку, да, он его, ну, Балу, там, все дела, да, то он был практически ростом с него самого, шестилетнего, то есть это был огромный Мишка, как бы, и вот он буквально с ним так обнимался, и вот там же очень много ещё связано с тем, значит, с этим, как бы, с тем, какой вот этот, какой ты мой старший сам по себе человек, все эти штуки, да, и вот, то есть вот, и он вдруг осознал вот это, да, тогда, то есть вот, ну, он же взрослый мальчик, понимаешь, он школу закончил, уезжает, все дела, да, но вот это оказалось вот, что, и то, что он этого Мишку оставил на мусорке, это оказалось вообще большой травмой для него, то есть даже вот для взрослого парня вообще, понимаешь, и поэтому вот как раз вот эта вот эмоция, которую шестилетний мальчик здесь испытывает, она, на самом деле, абсолютно созвучна тому, что мой старший испытывал, да, и как вот, ты же понимаешь, там же всё, в принципе, переезд, там, в другую страну, это же стресс, там, как вот ты вот, да, ты покидаешь вообще всё, что, как-то вырос, там, всё, что было тебе дорого, там, всех друзей, там, всё, и в том числе, и вот оставляешь свою Мишку на мусорке, ну, вот, то есть вот такая вот ситуация как бы, и она вот царапнула вот когда вот сейчас вот, да, когда мне вот, вернее, сказка, рассказ попался, да, то вот, и вот я как раз подумала, что, я вот одно время-то думала как раз, что может быть, там, знаешь, вот ещё для него, для моего сына вот этот вот Мишка олицетворял даже ещё не столько вот своего друга, например, мне тогда казалось, да, вот раньше, что, а вообще всё вот, всё, что он покидал родину, да, а потом, а потом я осознала, что этот вот потеря на самом-то день для него была гораздо более личной, знаешь, вот не, вот потому что родина, это же такая абстрактная вещь, да, ну, да, вот, а Мишка, это был как раз его друг, и это было как раз то время, когда, ну, вот, когда он себя ещё очень неустойчиво чувствовал, знаешь, как бы там новые отношения, там, не знаю, отчим, там, непонятно что, как бы, ты же знаешь, это же всё равно, и вот это, тем более, было в тот период как раз, да, этот Мишка-то появился у него, да, когда, как раз, ну, мои родители же были против вообще моего там развода, все дела, да, и моя мама помнится, как это, там был такой случай, который у меня вот никак не может изгладиться из памяти, да, что вот мама, значит, обняла моего как бы сына, и вот они вместе плакали о том, что его мама бросила его папу, вот, и это была вот такая, как бы, значит, вот такая тяжёлая минута, как бы, да, и вот ещё то, что вот у меня старший-то говорил как раз, что я, говорит, не плакал не столько потому, да, что вот я чувствую вот эту потерю, допустим, да, поскольку он отца-то толком не помнил, да, вот, а именно потому, что бабушка так расстраивалась. Ну, понятно, и сочувствие, и солидарность. И солидарность с бабушкой, и то есть вот, и поэтому этот Мишка появился как раз вот только буквально там вместе вот с этим, с новым человеком, Мишка, и при этом, там, понимаешь, там что-то, видимо, эмоционально такое кликнуло, да, что он получил как-то этого как бы вот как нового друга, то есть вместо того, что сознание потери, которое он ожидал вообще, да, что всё будет по-другому там и так дальше, то он на самом-то деле получил вот этого своего друга, то есть, и потом он же, я помню, вот когда мы там потом из Якутска переезжали, вот мы-то перетащили же его, вот он держал, вот он был маленький, вот он привёз с собой этого Мишку на самолёте огромного, да, вот как бы, и вот он притащил, и вот потом этот Мишка уже с нами везде там ошивался, как бы уже там, как это, вот он уже везде был, вот, и вот до его там, не знаю, до окончания школы, там, да, до совершеннолетия, он так и был, и то есть он всё время там ошивался, вот он меня так уже раздражал, он уже такой пыльный был огромный, я такая, вот уже уберите, вот он его одел, значит, в такие, причём, понимаешь, в чём дело, он уже сам уже из этой одежды вырос, а там были какие-то малышовские там такие вещи, да, вот, и он был вот в таких вот таких каких-то легкомысленных шортиках, коротенькой футболки этот, да, Мишка, вот, и вот он как раз, тем не менее, он всё время жил там, лежал, и при этом, когда он ложился спать, тем не менее, он всё время клал его на кровать, то есть это был такой вот постоянно присутствующий предмет, вот, не то чтобы, то есть вот оказалось, что вот такая вот очень сентиментальная привязанность у него была к этому Мишке, ну вот, и то, что этот Мишка закончил так ужасно на мусорке, я потом ещё думала, ну что вот я вот за мама, да, почему вот я не догадалась, да, что можно же было этого Мишку отнести, я не знаю, в садик куда-то, я не знаю, надо куда угодно пристроить, да, не знаю, в боготворительный какой-нибудь фонде игрушки кому-то нужны, да, вот, и не знаю, вот это вот сейчас вот тоже загадка какая-то совершенно, не знаю. Ну, что-то, ну, потом у вас же тоже голова кругом столько, столько всего надо было сделать. Нет, ты понимаешь, оправдания же, они всегда есть, да, но просто дело в том, что я вот, меня-то расстраивает то, что я совершенно, оказывается, не осознавала, да, как сильно он привязан к этому Мишке, вот потому что я тебя ощутила, особенно когда читала, да, это же мама принесла этого Мишку, говорит, ну, а вот тебе, Мишка, бей по груши, покупать не надо. То есть я ощущаю себя совершенно вот этой мамой, понимаешь, которая, для которой вот тоже вот она не понимает, какая вот, что это вообще друг, что вообще речь не об игрушке идёт, а о друге. И я вот потом ещё думала, почему, собственно, я-то этого не понимаю, да, и потом я вдруг подумала, что лично у меня никогда не было такой привязанности к игрушкам. У тебя была такая привязанность, у тебя был какой-то игрушечный друг? Ты знаешь... Ну, девочка, кукол какие-нибудь, не знаю, что-нибудь ещё было, что у тебя такое? Ну, у меня их как бы несколько было, да. А, у тебя были друзья? Да, у меня был Мишка, но он был совсем маленький, этот Мишка. У него тоже там... У него глаза были даже не пуговичные, а они были как бы вышитые, эти глаза. И вот тоже он был весь такой затёртый, но мне кажется, он до сих пор лежит где-то в игрушках. Он такой, знаешь, вот он даже не сильно мягкий, не как вот потом стали делать таких вот, он даже не плюшевый. А какой? У него, слушай, я не могу тебе сказать, то есть у него, ну, какая-то такая, материал, из которого он был сделан, такой был рыжего цвета, он был рыжий, почему тут у меня этот Мишка. Но у него двигались лапки, то есть его можно было посадить, там поставить, всё это как бы двигалось вверх, ну, то есть они как по оси двигались, их можно было подвинуть. Но он был совершенно небольшой, наверное, знаешь, где-то сантиметров 20. Я его очень любила. Потом у меня... Нет, подожди, а игрушки, которые ты любила, это понятно. Я именно о том, когда ты ощущаешь, что это не игрушка, а твой друг. Я вот именно про это ощущение. Игрушки любить, как бы, ну, да, я как бы, я в состоянии это прикинуть. Нет, нет, ты знаешь, наверное, чтобы вот друг, да, нет, такого вот не было. Нет, я, наверное, мечтала об игрушке друге, именно, друге. Когда я вот, я читала сказку там какую-то русскую народную, да, когда там мама умирает, и девочки оставляют куколку, которая там может говорить о своих желаниях, да. Да-да-да-да, я помню, ага. Да, просто рассказывать всё, да, и эта кукла там, потом ей как-то помогает. Ну, у меня не было, нет, нет, наверное, именно как друга, нет. Ну, вот видишь. Нет, я так не относилась. Да-да-да, вот в том-то и дело, то есть вот, и я вот сейчас думаю, вот с чем это интересно связано. Ну, я-то себе объяснила просто, потому что я когда росла, у меня была собака, да, то есть и как это, и лучше собаки друга, по-моему, ну, вообще трудно для ребёнка найти, да, и то есть как бы у меня не было необходимости, когда я была совсем, ну, именно олицетворять вот, что это друг именно каких-то, какие-то игрушки, да, вот. А, скажем, а потом, когда я была совсем маленькая, я как-то больше машинками, например, играла. По крайней мере, я сама этого не помню, есть такие фотографии, где я там вцепилась в машинку, ну, причём у меня кукол-то и не было, судя по всему, в это время, да, ну, вот, и, то есть как-то вот так вот. А потом я подумала, а это связано вообще, интересно, с тем, что у твоих, что это вот мальчики или это девочки, у твоих мальчишек были вообще такие вот друзья, игрушки? Друзья игрушки? Ну, нет, мне кажется, нет. Ну, во-первых, старше у меня рос у него был двоюродный брат, ровесник, и он был его лучшим другом, но они вместе просто росли, вот как родные братья, потому что мы часто были в одной квартире, жили. Мне кажется, у него даже потребностей такой не было. То есть ты хочешь сказать, что потребность возникает, когда ребёнок один растёт, да, ты про это? Да, 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 мне кажется так. Интересно, ну, вот, короче, мне стало интересно вот это вот. Ну, или когда ему одиноко. Когда ребёнок одиноко. У него есть вот, ну, запрос. Ну, вот, может быть, лично у меня как бы, мне кажется, это была такая более интровертная девушка, может, у меня не было большого запроса на какую-то дружбу. Слушай, у тебя интровертная звучит как оскорбление. Слушай, я была интровертная, у меня не было потребностей в друзьях. Нет, нет. Не, ну, то есть мне хватало того, что у меня было там общение там в садике, там с родителями, да, ну, вот потребности прямо в каком-то друге, да, вот, кого-то там положить с собой, спать. Нет, у меня были какие-то там периоды, да, чтобы... Я помню, как я ждала, живя в деревне, когда мне родители пришлют из Ярославля мою там куклу, которую мне незадолго до этого подарили, я очень её ждала, да. Это был праздник ожидания праздника, то есть я просто... Каждый вечер мы садились и ждали, когда вот придёт почтальон там. Слушай, а почему ты была в деревне, это летом что-то было, да, это в деревне было? Летом, 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 да. Ну, я на лето, на три месяца меня увозили, и три месяца я была в деревне, да. Ясно. Вот, ну, опять-таки, ну, это... Это, как бы, это было, вот ты знаешь, это практически был привет от родителей, да, то есть мне кажется, она важна была даже не сама по себе, эта кукла, да, то, что мне её родители прислали. Ну, вообще-то как привет из твоей жизни вообще, да? Да, 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 причём я её даже потом не взяла с собой в Ярославле, она так у бабушки и оставалась, как бы, я только летом с ней играла. Слушай. Ты знаешь, у меня, наверное, причём я же помню, и этот, вот я этот рассказ читала, ну, в младших классах. Может, мне было лет девять, десять, и он меня настолько тронул. Я вот просто, и концовку я читала со слезами на глазах. Просто я очень сочувствовала этому мальчику. Я прямо настолько вспомнила свою эмоцию, и мне до того захотелось вот иметь такую игрушку, к которому бы я относилась как к другу. И у меня такое ощущение, вот мне кажется, я так это смутно припоминаю, что я даже какое-то время там какого-то мишку с собой... То есть у меня было несколько мишек, и вот именно на роль такого друга детства мне прислали вот именно этот маленький оранжевый. Хотя вот он по описанию абсолютно не подходил под этого вот пузатенького, жизнерадостного, с тугим пузиком. Нет, ну вот, и я его даже клала с собой спать, но это было мне долго, абсолютно. Слушай, то есть... Я настолько вжилась в роль этого мальчика. Слушай, Лара, так ты хочешь сказать, что на самом-то деле этот рассказ про одиночество... Я-то думала этот рассказ про предательство и про друзей, знаешь, как бы вот... Нет, нет, я не хочу сказать, что это... Нет, я согласна, что это рассказ именно про предательство. Ну, про другу, про дружбу, про верность... Про забытых друзей, да? Да, да, и про невозможность предательства, ну, того, как бы, кто, даже кто может быть сейчас уже не твой друг, да, но он был. И вот если кто-то был твоим другом когда-то, это невозможно, вот, повести себя с ним так, как будто вы незнакомые, да, или как будто вы чужие. А тут же не вопрос, мне кажется, даже, смотри... Когда друг не может быть тебе уже чужим. А, да, вот друг уже не может быть тебе чужим, и я согласна, да, но при этом мне почему-то показалось, да, что там было вот это ощущение такое, что... Дело даже не в том, что ты, как сказать, ты не можешь там что-то там... Как ты сказала, фраза-то была до этого, что... Ты сказала до этого, что друг, кто был тебе другом, и то ты не можешь с ним что-то там поступить, да? Ты же сказала, что такое? Да, ты не можешь себя вести с ним так, как будто вы чужие. Как будто вы чужие. Вот, нет, а я почему-то подумала, что там есть ещё вот этот такой нюанс, да, что вопрос не в том, что он уже не может быть тебе чужим, да, а в том, что этот вот, что ты можешь, что ты как бы не должен его использовать для своих целей. Знаешь, как вот использовать. Знаешь, вот потому что часто же так бывает, например, да, когда там мы вспоминаем там про своих там каких-то знакомых, да, только когда они нам нужны для чего-то, да. И ты вдруг раз вспоминаешь, что, о, хорошо бы там, не знаю, да, вот обратиться. И получается, ты как бы используешь свои вот отношения, да, для того, чтобы, ну, для своей какой-то там пользы, да. Вот. И мне как раз показалось, что, да, ты вроде как не то, чтобы, да, ты не можешь использовать, но ты не можешь использовать его для своей пользы, которая навредит этому твоему другу. Да же? Там же было вот в этом какое-то, что ты, тебе вот он же хочет, и то, что вот вы вот, например, мальчик, который сделал, да, что он просто не будет боксёром, да. Мне тоже показалось, что, знаешь, как, там было такое странное вот тоже ощущение у меня, да, что по идее, что вот он не хочет причинять боль, допустим, каким-то людям, которые ему дороги, допустим, да. Да же? Ну вот он же как ребёнок, он сделал себе такой вывод, что я не буду просто этого делать, да. Вот он же не понимал, что там с ним, собственно, происходит, почему у него слёзы-то навернулись, да. Ну да, 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 понятно. Ну там, видишь, здесь вот у него же ещё вот мотив, когда он решил стать боксёром, да, там такая фраза, да, что он решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать. Да. В случае чего. То есть ты хочешь сказать, что он отказался, да? Да, да, да. Он отказался от этой идеи всех побивать на самом-то деле, да? Да, да, да. Слушай, ну интересно очень тогда получается, что вот то, что это же было, например, вот то, что мой отец был всегда очень озабочен, да, чтобы вот, чтобы мы могли постоять за себя, да? Да. Ну, мне кажется, в нашем детстве это вообще очень сильно было. Причём это относилось что к мальчикам, что к девочкам. То есть ты не должен позволять, чтобы тебя обидели. То есть ты должен постоять за себя именно. Ну вот, и получается, вот я сейчас не хочу как бы даже думать в ту сторону, что... Нет, я согласна, что уметь постоять за себя, это как бы совершенно нужное и важное качество, да? Да, 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 да. И я по идее понимаю, что это очень важно, но при этом там понимаю, в чём дело. Вопрос так, а какими средствами это делаешь, да? Нет, не то чтобы даже, даже не вопрос средств, да, я вот как раз средствам, потому что ты никогда не знаешь, какие средства тебе по жизни понадобятся, да? Я больше про другое, что вот это вот ожидание, что на тебя всё время нападут, меня тревожит, знаешь? Что тебе эта необходимость за себя постоять всегда будет вот по жизни понадобиться в тебе там родители. Родители тебя этому учат, потому что они в этом уверены, что мир так устроен. Вот это меня больше тревожит. Потому что отстаивать свои ценности, быть собой, там, да, вот как бы, мне кажется, это очень важно, но не в противостоянии с другими, которые на тебя нападут и заставят тебя что-то там. Знаешь? Алло. Да, да, да. Ну вот. И то, что вот... Я тебя понял. И вот поэтому то, что вот, например, герой вот сделал, Дениска, допустим, сделал, да? То, что вот он, например, сказал, что я не буду боксёром, по большому счёту отказался от роли человека, который всех способен побить, да? Да. Потому что он испытал вот это чувство, что он даже по большому счёту мишку не может побить, да? Потому что он ему друг, а представить, что там в его роли другого какого-то живого человека, это же вообще тяжело, да? Вот. И поэтому, видишь, как мне показалось, что это вполне чудесная сказка, знаешь? Потому что она говорит о чём... Ну вот она о человечности, говорите, о гуманности, да? И причём, отметь, это же человек, который там во время войны прошёл, ну он не прошёл, конечно, войну, он был в ополчении, да, судя по всему, вот из-за слабого здоровья, да? Ну, слушай, это немало. Тем не менее, нет, я к тому, что он... Нет, я понимаю, но он, по крайней мере, как сказать, не был в действующей армии, я имею в виду. Что? Алло? Это он был ранен. Я так понимаю, что он всё-таки воевал в ополчении. Ополченцы же тоже были... То есть не все ополченцы занимались рычеём окопов, часть ополченцев воевали. Он вообще-то воевал, как я поняла, потому что он, собственно, в 43-м году он был комиссован из-за тяжёлого ранения. Серьёзно? Как это я, вот это самое, я как это, не знаю, подробностей, да? Но, тем не менее, неважно. То есть это человек, который видел вообще такие трудности, да? И при этом... Вот, то есть он видел, да. Конечно. И вот, и опять же, он же уже был, хотя он ещё ребёнком был во времена, ну, по крайней мере, во времена гражданские он уже был вполне там сознательным там, как это, существом, да? То есть он много всего по жизни видел, и вот, тем не менее, вот это состояние, вот то, что вот, какого-то, что-то чего-то очень гуманного в этом рассказе, да, мне совершенно это симпатично и кажется очень забавным. Кстати, один из таких прикольных моментов, которые я, кстати, узнала, да, про Драгунского, чего я не знала, что он, оказывается, в Нью-Йорке родился, да? Да, да, да. Забавно? Очень необычно. Неожиданно, неожиданно, да. Я думаю, что родители были там, ну, дипломаты, да, что первым делом приходит в голову, да? Если человек родился в Нью-Йорке, а умер в Москве, то, ну, наверное, там, а там такая ситуация совсем другая была, да. Слушай, я вот хотела тебя спросить, ну, когда ты говорила о том, что когда родители готовят детей к тому, что на них, ну, что мир достаточно жесток и агрессивен, да, и что себя, себя надо уметь защищать, потому что на тебя обязательно нападут. И, ну, и ты говоришь, что это ведь не то же самое, что, ну, уметь как бы... Отстаивать свои ценности, да, свои себя, да. Да, вот в чём ты видишь вот разницу, да, как тебе кажется, вот как подготовить ребёнка, да, в этом плане, вот, не пугая его тем, что мир агрессивен и опасен, да, но в то же время каким-то образом попытаться научить его, ну, уметь отстаивать, как бы, свои границы, да, своё мнение, там, да. Я, например, не могу ответить на этот вопрос, потому что, просто потому что вот в твоём вопросе, как бы, уже так, то, как задано, да, уже есть, как бы, ответ, да. Ты говоришь, как не пугать его то, что мир агрессивен и так далее. Я вот, например, не знаю, мир агрессивен. Не пугать, да. Ну, как сказать, нет, я просто к тому, что мне кажется, да, вернее, я во что верю, да, мне отец никогда не говорил, мир кругом агрессивен, там, типа, он додавна, он, ну, это просто подразумевалось, потому что он говорил, что вот, там, типа, он меня боксу учил, там, да, вот, как бы, типа, если что, там. Это то же самое, что у меня это тоже подразумевалось. Да, то есть тебе никто же ничего не говорит, тебя никто не запугивает, да. Тебя не дразнили, то есть вот, ну, вот, если я приходила куда-то в новый коллектив, да, я прихожу вечером, как бы, и вот именно и по вопросам родителей я понимала, что все ожидают, что вот меня сейчас будут, там, дразнить, обижать и что-то ещё. Нет, вот, а у меня же, поскольку мы часто переезжали, вот эта семья, вот, например, моя, да, но меня-то никто не, не, просто спрашивали, что, как, да, и, то есть вот, но никто меня не спрашивал, дразнили меня или нет, как-то вот этого, без этого обходилось, то есть вот, я не могу ответить на вопрос, как детей не пугать, потому что, если ты веришь, что мир страшный и жестокий, да, то ты можешь ребёнку этого не говорить, но я думаю, что он почувствует, да, что-то всё равно транслируется по тому, как ты всё ему это говоришь, да, как, вот, и поэтому тут дело даже не в детях, как бы, что-то там и учишь, да, а в том, как ты, собственно, видишь этот мир, да, как это, и поэтому вот то, о чём я говорю, да, вот просто, как сказать, то, что, потому что вот то, что я чувствовала, как ребёнок, когда мне отец говорил, что вот тебе надо быть сильной, там, научиться чуть что-то дать в рыло, там, вот эти все дела, да, вот, то, и по большому счёту я вот, например, думаю, что не то, чтобы мне это никак не мешало, не знаю, не могу сказать, да, но вот я не испытываю удовольствия от того, что мне об этом в детстве говорили, понимаешь, то есть вот как этого избежать и что такое своим детям говорить, да, или, и вот, например, видишь как, ты же никогда не знаешь, что ты такое собственным детям там протранслировал, да, что они там, что они там думают и о чём им, что им мешает сейчас, вот, и что-то им внушало, ты же этого тоже ведь по большому счёту толком не знаешь. И поэтому этот вопрос, вот, как ты говоришь, как детей не пугать, я понятия не имею, потому что вот просто одно дело, вот, может быть, из моих слов так получалось, что я говорю, что вот не хотела бы детей пугать и так далее, но видишь, это ведь только пожелание, да, я как родитель могу сказать, что бы я бы не хотела это детям транслировать, да, но при этом я понятия не имею, сделала это я так или нет. Ужас-то в чём. Ну, это такой тонкий момент, да, с одной стороны, как бы научить ребёнка осторожности, а с другой стороны, ну, чтобы не запугать его, да, и не внушить ему какое-то ожидание вечных кошмаров, да, от того, что его ждёт за пределами дома. Ничего не могу сказать, вот сейчас слушаю там, и вот если бы ты была моя мама, я бы, наверное, тоже была очень тревожная, потому что вот кошмары там за пределами дома, я сижу уже сейчас взрослая тётенька, я пугаюсь. Нет, я как раз не хотел, нет, я, во-первых, так не считаю, что там какие-то кошмары, да, я, например, наоборот думаю, что, может быть, я в какой-то момент там слишком была беспечна, да, я вообще как бы детей не предупреждала, что, собственно, может быть-то. И что, и как это, и... Нет, ну, пошлось, слава богу, мои дети выросли безо всяких там. Ну, вот опять же, неизвестно, то ли их пронесло, понимаешь, то ли твоя беспечность позволила им доверять в определенном смысле миру, видишь? Неизвестно. Ну, просто я, например, вижу, как вот моя сестра воспитывает своих детей, да, я знаю, как, например, её муж воспринимал, что я своего младшего отпускала там с друзьями куда-то там вечером идти, понимаешь, в деревню за 10 километров, где могут быть пьяные мужики и что-то там. не может случиться, да. Ужас, ага. Я в эти моменты, да, вот ощущала себя как-то это вот, знаешь, совершенно безотвестной, безотвестной мамашей, да, которая вот, ну, правда, тут, понимаешь, мир полон опасностей, да, у меня тут ребёнок там 12-летний идёт вот куда-то. Вот, я об этом, собственно. А, ну, я теперь понимаю, откуда-то вот это про не запугивать и так дальше, да, и тем не менее подготовить, да. Ну, вот эти вот страхи твои собственные, они же никуда не деваются, дети их как-то унаследуют, да и будут с ними как-то что-то делать или, да, то есть вот нету никакого ответа, потому что если вспомнить, например, как я сама там себя в детстве вела или там в молодости, да, ты же тоже думаешь, господи, боже мой, там, какой ужас, да, там девочка в разных обстоятельствах, да, как вот тебя пронесло, вообще говоря. Но при этом никогда ведь не знаешь, могло и не повезти, да, то есть вот нету никакого ответа. Видишь, в чём дело, вот это вот и пугает, да, что ты уже такой взрослый человек, там, дети уже большие, там, да, и ты при этом сидишь и думаешь, вот чему я за это время научился? Так, правильное ответственность не знаю. Нету никаких ответов. Ты вот потому что думаешь, я вот сделала вот это, и вот это вот получилось хорошо и так далее, это потому что я всё это придумала или просто тебе тупо повезло по жизни, неизвестно, абсолютно. И вот единственное, что я поэтому сказать, что может быть, вот тут, чем мне вот этот вот, возвращаясь нашим баранам, да, чем мне этот рассказ симпатичен очень, да, что он вызывает какие-то очень, такие чувства, такие очень добрые, знаешь, и, конечно, вот этим хочется поделиться, да, потому что и вот эта вот сама, сама мысль, которая там заключена, да, что вот, вот мне понравилась твоя трактовка, что если человек тебе был другом, он тебе никогда не будет чужим, да, и вот этим вот, и, а если вот тебе мишки могут быть, ну, такими близкими, да, то, наверное, вот люди, которые тебе встретились и которым как-то так, ну, буквально, с которыми ты даже что-то, вот у вас было общее прошлое или там, не знаю, хорошие там, не знаю, отношения в какое-то время, да, если вот это вот сохранить, то вот с течением жизни, то у тебя вот этих не чужих людей всё будет больше и больше, и которым ты не будешь, ну, будешь желать добра и не будешь хотеть приносить вред, да, мне кажется, это же очень здоровская позиция вообще, да, вот, так что вот мне о чём напомнила эта сказка, нет, не сказка, а этот рассказ. История. История, да, история, согласна, кстати, да, история, да. Вот как-то вот, ну, вот это не кажется именно рассказом, да, даже сложно передать, в чём вот тут нюанс, да, между историей и рассказом, да. Нет, причём разница ведь какая-то не литературная, да, то есть не вопрос дефиниции, да, даже, а вот по ощущению, что да, хочется сказать, что это очень симпатичная история. Да, очень симпатичная. Ну, вот, да. Спасибо тебе, Лариса, тоже, да. Спасибо.